Витаю! В этом видео в Африкат МКЕ мы выполним проверку устойчивости однопролётной балки, загруженной двумя сосредоточенными нагрузками, с использованием объёмных конечных элементов. Итак, для начала нужно создать расчётную схему, аналогичную той, которая используется при статическом расчёте. Как это сделать? Смотрите видео по ссылке в описании. Когда расчётная схема готова, нужно перейти в Cargurix, нажать кнопку «Записать файл задачи», затем нажать кнопку «Отредактировать файл задачи». Далее нужно найти строчку с надписью «Static», затем заменить «Static» на Buckle. Далее в следующей строке нужно написать количество форм потери устойчивости. Я ограничусь тремя. Теперь можно закрыть файл задачи, не забыв при этом сохранить изменения. Теперь запускаем калькуликс. Расчёт окончен. Закрываем. Вот наши результаты расчёта. В отличие от статического расчёта, результатов несколько. Поскольку расчёт выполняется шагово-итерационным методом, первый результат – это нулевой шаг. В нём мы увидим только деформации при изгибе. А следующие – это уже наши формы потери устойчивости. Вот первая форма. Вторая. И третья. Информация о том, устойчивая балка или нет, выводится через коэффициенты устойчивости, которые записываются в файл дат. Вот наши коэффициенты устойчивости. Если коэффициент меньше единицы, то балка неустойчивая. Если больше, то балка устойчивая. Как мы видим, коэффициент устойчивости для первой формы меньше единицы. Значит, балка неустойчивая при первой форме в потере устойчивости. А это у нас выход из плоскости сжатого волокна. В этом случае надо или увеличить толщину балки, либо ввести раскрепление в середине пролёта. Удалим наши результаты. И добавим закрепление в местах приложения сосредоточенных нагрузок. Вот наше закрепление из плоскости в направлении Y. Заходим в Calculix, нажимаем «Записать файл задачи». И не забываем её отредактировать. Находим строчку «Статик» и меняем её на «Бакл». Как в предыдущем варианте, пишем три формы потери устойчивости. Закрываем файл. Не забываем сохранить изменения. Запускаем Calculix. Открываем наш файл. Как видим, теперь коэффициент устойчивости для первой формы больше единицы. Ваку устойчивая. И первая форма потери устойчивости изменилась на выход из плоскости сжатого волокна. Теперь между закреплениями. К каждому из этих результатов можно добавить фильтр результата. Который можно добавить, например, форму деформации при потере устойчивости. Увеличим масштаб. Содержимое файла дат можно скопировать и сохранить как текст. Вот наши результаты. Форма потери устойчивости. И коэффициенты запаса. На этом все. Дякую за увагу.